Мы остановились в 22 главе. Мы говорили о том, что Всевышнему сотворил чудо, чудо, которое называется клепа. И в чем чудо, что это сотворенные, которые знают про присутствие Всевышнему и хотят делать обратно от него. Они не способны это делать, но хотят. То есть они не просто считают, что их есть. Их есть, они хотят обратно. Они хотят идти против. Вот это, как такого сотворения бывает, это секрет. Это называется сотгалуташхина. Секрет изгнания шхины. А как Всевышнему может сотворить такое чудо, чтобы вот такие элементы, как клепот, они являются просто плохими ангелами. Они делают то, что Всевышнему хочет, но они в натуре, весь их натур, это против Всевышнему. И почему это происходит? Потому что есть речь, которая Всевышнему пользуется для того, чтобы сотворить сотворенным. И элемент речи похожий на человеческую речь. Когда человек говорит, он отделает себя от речей, которые он до сих пор говорит. Та же самая речь, которая сотворил клепот, это речь, которая отделается, как будто бы от Всевышнему. Равлия Ивановна, у меня вопрос. Можно? Да. Мы учили, что Бог не меняется, и что бы ни происходило, то есть Он никогда не меняется. То есть Он уменьшил свет и создал наши нижние миры. Но Он не изменился, то есть Бог остался неизменным. Он говорит, и Его речь, то есть он создан так, что речь от Него не отделяется, потому что Всевышний не изменяется. Получается, если у Него есть речь, которая от Него отделяется, значит, Всевышний изменяется. Она не отделяется. Ну, я бы научили, что как речь от человека, что она отходит, поэтому клепот и другие. Хороший вопрос. Хороший очень вопрос. Ну, не, ну, они ангелы, но которые, ну, вот они отделены от Бога, они потому что речь отделена от Бога. То есть ангелы создаются, ну, все творение, речь не отделена, а клепот создаются отделенной речью, и поэтому они другие. Ну, когда получается какое-то изменение, ну, как это будет? Только вопрос хороший, так и ответ простой. Для Всевышнего это не отдельно. Сотворенный чувствует этого сотворения, этого, этого, их связи с Богом отдельно. Они так чувствуют. То есть... Я понимаю, что это очень-очень тяжело понять, потому что мы... Как характеризовать... Как мы характеризуем существование? Физически, как мы характеризуем физическое существование? Чувствуем... Чувствуем... Чувствуем это, это ерунда. А? А? Варень осознаю, что оно существует. Ну, есть местонахождение. 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 То есть у нас есть определенная характеристика этого существа, которое занимается определенное место. Правильно? Вот этот стакан занимается вот определенный диаметр. Он находится вот так. На это место никто другого не может стоять. Это место занято. Где он есть, ничего другого не может быть. Правда? Это очень просто, да? Наши мысли, они тоже... Они тоже духовные. Духовные в отличие от божественных, да? Духовные. То есть они не физические. Они тоже занимаются местом. Как в духовности... Как мы в духовном мире будем называть, характеризовать место. Подумайте. У вас есть мысль. Или у вас есть чувство. Где... Какое место она занимает? Она отделена пусть. У нее есть идея. О! Она отделена другого в своем идее. Она имеет определенную форму. Духовная форма, да? Мысль одной. Она ограничена в ее... По сути, что она содержит в себе. Чувство одна, да? Содерживает в себе определенное чувство. Мысль или знание содерживает определенная форма. Это ее место. Это место. И поэтому, поскольку мы только и устраиваем в себе из разных характеристик, которые ограничивают. И этого ограничения и характеризует нас. Характеризует все. Да? Нам очень, ну, невозможно понять, что это значит, что Всевышнему не занимает места. Не занимает, значит, не существует или как? Как можно себе понять, не занимается местом? Есть у нас какой-то либо, какой-либо пример, притчи, вещь, которые не занимаются местом в нашей планете? В нашей жизни? Духовной или физической? Есть? Какой? Как не занимается местом? Он занимает по-другому. Может быть, что-то занимает свое место? Что-то украденное? У кого? Ну, украденное, значит, он уже украден. Там занимается другое место. Ну, я говорю, хоть что-нибудь в нашей существовании, духовное или физическое, которое не занимается духовное или физическое место. Такого не бывает. Место – это тоже сотворение. Это одна из очень, очень, есть несколько таких вещей, которые нам тяжело понять. Место – это сотворение. Время. Время – это сотворение. А? А где-то? А где-то? А где-то? Дирка – это место. Но там где-то именно отсутствие чего-то. Это то же самое. Какая разница? Это место. Она имеет определенные характеристики. Она находится где-то и занимается определенной площадью. Как хочешь это сказать, так оно и есть. А? То есть, получается, что место – это сотворение, и время – это сотворение. Когда мы говорим о Творцу, Творец, он сотворил время, он сотворил место. Поэтому нам очень сложно понять вообще в логике. Понятно, невозможно, но представить. То есть, это называется урамбам. Очень красивое выражение. Понять через нет. Через отрицание. Это не такой. Это не такой. Это не такой. Ну, например, ученые очень много это делают. Отпротивно. Называется противно. Да. То есть, они отрицают. Вот это не такой, и не такой, и не такой, и не такой. Нет. Ошибка – это значит, что есть тут несколько существ. Мы ошибались. Сейчас определяем. Ну, например, дам пример. Один из, несколько. Это реально недавно подтвердилось. Вот это, что называется, темный сил. Не темный сил. Магический. Антиматериал. Антиматериал. Правильно. Сменить. Антиматериал. Антиматериал было доказано через отрицание. Он же антиматериал. И он был доказан, что он большинство в нашей планете. Он не меньшинство, он большинство. Но на него построим все, что и есть материал. Антиматериал – это тоже существо, это тоже сотворение. То есть, почему мы должны пользоваться этим антиматериалом? Потому что у нас нет ресурсов, которые могут его ловить. Он же антиматериал. Он анти. Он противоположен нам. Он материал. Но для нас он антиматериал. Когда мы говорим о Творцу, ну, как хватить его? Как это понять? И поэтому так нам сложно понять о каких вещах. «Когда мы говорим, что ничего не было, это не ничего…» Вот иногда мы думаем, что ничего не было – это значит, игр не был. «Нет». Ничего – это значит ничего. И время, и место. Ничего. Ничего не было. То есть, Всевышнему, Всевышнему хотелось ему, что станет. Один из первых сотворений было что? Время. Время. Сотворение – время, что пришел – место. Потому что время – это место. Начался – закончился. Есть точка счета. Вот начался. Когда начался, то появился. Появился место, да? Что происходит, когда мы говорим, что Всевышнему сотворяет Высший и оставляет их ближе к себе? Что Он не дает им чувства, Он не сотворил сопровождающие чувства, что его нет. То есть, когда Всевышнему сотворил ангел Михаэль, он дал ему чувство странное, что Он, Михаэль, есть. Но Михаэль не чувствует, что нет Бога. Поэтому он не может чувствовать. Почему? Вот это абсурд. Это невозможно. Об этом мы говорим, что речь Всевышнему не отделена от себя. Не отделена – значит, Он не добавил вот этого абсурдного чувства не только, что ты есть. Ты чувствуешь, что я нет. У Клипот шел еще один шаг. Не только они начали чувствовать, что они есть, они начали чувствовать, что Он нет. Или что Он не решает. Или что мы хотим тоже. Вот это совершенно ненормально. Вот об этом есть серьезный вопрос, который нам, как людей, не понять. Как такого можно сотворить? Ты же сотворил их. Они же знают, что ты сотворил их. Они в состав духовного мира. Они в состав духовного мира. У них нет сомнений. Но они постоянно чувствуют, что… Ну и что? Ну Он сотворил. Ну и что? Можно вопрос? Да. Смотрите, по поводу этих духов. Это творение Всевышний. Всевышний сотворил. И у них такая миссия, я так понимаю. Да. Вот такая. Против святости, против… Да. Всевышний знал, что Он сотворил. Есть такие. Это их миссия. И как Он теперь их централизирует? Они же не отделенные от Него, Вы сказали. Все равно, что они… Они чувствуют так. Они, что они отделенные от Него. Они так чувствуют. Всевышний на них как-то влияет? Или они с Вас в свободном полете… Мы говорили об этом много раз. А мы молимся это каждое утро. А мы хадеш, бетувой, бехол, йойм. То мы дмай соберешись. Всевышний, который возобновляет ежедневно сотворение каждый день. Конечно, Он просто… Если не захочет, то они просто перестанут. Не захочет. Он хочет, чтобы они существовали. Да. Да. Это часть сотворения. Это часть сотворения. Да. Но они что чувствуют? Мы занимаемся… Что они чувствуют? И как мы их видим? Мы как видим? Когда мы ходим в этот мир? Что мы видим? Мы видим себя. Они-то нас провоцируют. Это отдельный вопрос. Они вообще есть? Вот смотрите. Я могу сколько угодно говорить этот телефон, чтобы тебя нет. Но он будет. Вы его рассказывали историю. Он пришел, говорил вас нет. Они исчезли. Нет. Не вопрос в этом. Посмотрите. Мы говорили об этом много уроков. Стоит к этому еще раз возвращаться. Это не что я не хочу говорить еще раз. Будем говорить еще раз. Посмотри, в чем абсурд. Посмотрите, в чем абсурд. Если у вас есть мнение, говорите мне. Я хочу слышать. А? Вы говорили, что даже нас нет. Ничего. Не то, что… Не-не-не. Секунду. Нас нет. Это так… Мы готовы принимать, что все нет кроме нас. Потихоньку. Давай не спешим, что нас нет. Когда мы начинаем с того, что нас есть, что нас нет, мы на самом деле думаем, что его нет. Давай поговорим по существу. Мы говорили об этом и несколько уроков назад. Это очень важно. Попытаться думать об этом. Потому что, когда мы думаем об этом, мы начинаем осознавать наши проблемы. Мы устроены так, что все, что у нас повторяется больше, чем два раза, переходится оно в чем? В обязательства. Например. Например. Мы… Например. Я это говорю серьезно. Это было интересное какое-то виды, виды, пробу, испытание такое. Мы раздали определенное время. Несколько общин. Несколько тысяч долларов ежемесячно. Было такое время. И это было постоянно в определенный, определенный месяц, определенное, определенное время. Несколько месяцев. И один раз перекратилось. Прекратилось. Как вы думаете, что реагировали на то, что перекратилось? К хорошему привыканию. Возмущение. Понятно. Мы все рассказывали по поводу еды. Возмущение. Как так? Куда это делось? Секундочку. Вам просто отдали. Вы этого не заслужили. Вы не работали и получили. Это не зарплата. Просто человек пришел и раздал. От вас просто перестали давать того, что решил человеком. Никто не обещал, что это будет вечером. Да. Чего вы возмущаетесь? Вот, например, мы привыкли. Привыкли. Что у нас должно быть в субботу определенных порядок. Если, не дай Богу, никогда это не будет, дай Богу, до прихода Машех. Машех придет и тогда будет другой порядок. Просто перестанет. У нас будет не вопрос, ну, спасибо до сих пор. Нет. Мы почувствуем, а что это такое? Как это так? Что за наглость? Нет. То есть мы устроены с таким странным порядком, который кто-то должен нам. Эгоистически. Нет. Это не вопрос. Я сейчас перевращаю это в абсурд. Мы считаем правдой, что мы должны встать утром и дышать. Логика к этому ноль. Нет логика, что мы будем завтра проснуться и будем дышать. Ноль логика. Но мы уверены, что мы завтра проснемся и будем дышать. Почему? Почему? Потому что вчера так было и позавчера. Ну, это же нелогично. И мы не переживаем. Более того, если к нам придет человек, и правда так оно и есть. Придет человек и скажет, что он в истерии, потому что он чувствует, что завтра он не будет дышать. Что мы будем делать? Отправлять его к психиатру. И это так должно быть. Это устроена человеческая психика. Но это чувство, это и есть сотворение Всевышнему. Для того, что мы будем такими людьми, как мы есть. А мы хотим, что мы еще почувствуем, что он есть. Или как говорил правильно Яков, что нас нет. Не перегибай. Я принимаю, что он есть. Я принимаю, что есть в субботу. Что я есть, что я нет. Не перегибай. Я есть. Я знаю. Я же чувствую. Не перегибай. Не перегибай. Да. То есть это на самом деле абсурд. Это реально абсурд. То есть посмотрите вот воспитание, особенно советских семей. мы требуем, я это вижу сплошь рядом в школе, требуем у детей 16 лет. Какой 16? 9 лет. Мы уже пытаемся определить детей, какого он успешный ребенок и куда его направить. Он, наверное, математик. Он, наверное, математик. Он, наверное, физик. И весь жизнь папа и мама устроили ребенок физик. Из этого результат мы видим, ну, реально странный и страшный. Ну, попытайся сказать им, ну, перестаньте, дайте ребенок обоих жить. Не важно. Мы не говорим сейчас. Мы говорим о том, что мы сами себе внушили, сами себе внушили в жизни определенный порядок. И сами себе, несмотря что он нелогичный, и сами себе так живем. То есть, а вы спрашиваете про клепот. Вот это и есть клепот. Вот это их результат работы. Вот так они живут. Да. Откуда у нас такой мысль? Он реально дурацкий мысль. Что мы контролируем наши жизни, это самый ненормальный мысль. Он ненормальный. Он не должен быть такой. Мы должны быть, ну, уверены, что завтра, как завтра будет. Вот один из мудрецов, я забыл сейчас кто из них. Просто забыл. У него была такая вера, что он ночью перед сном все оставшиеся у себе еда и деньги раздал людей. Раздал людей. Почему? Завтра Бог даст того, что Он захочет давать. Кто из нас готов не оставить себе запас на завтра? Я не готов. Ну, мы прошли того, что 24 февраля, что, ну, мы понимаем, что могло и не оставаться. Могло и быть и ничего. И тем не менее, мы оставляем. Мы оставляем. Хотя мы понимаем, что это как-то, ну... Ну, и если человек не оставит, мы назовем его безответственный человек. Безответственный человек. Кстати, что будет понятно, и я так назову его. Есть причина. Второе требует, что мы будем такими. Она требует, что мы будем такими. Но еще раз, я просто указываю, насколько это абсурд. А мы с этим абсурдом живем. Хотя это, ну, никак не объяснимо. Это нелогично. Вот ты спрашиваешь про клепот. Вот они. Они просто в духовный мир такими, несмотря на то, что они знают правду. Ты, правда, не знаешь. И не чувствуешь. И не можешь чувствовать. Они это знают и чувствуют. И все равно они такие. Вот это абсурд. Вот теперь это абсурд. Представляете себе. Билам. Человек, который был пророк. В Зор написано, а Зор понимает, что такое пророк. Зор, Агизал и Гашби понимали, что такое пророк. Они говорили, что он был пророк больше, чем Моше. Больше, чем Моше. И он, несмотря на то, что Всевышний говорит ему, я не хочу, что ты будешь проклятать народ Израил. Он хочет. А он хочет. Ну, это что, это нормально, что ли? Вот это воплощение. Написано, что это воплощение клепот в наш мир. Вот это и есть клепот. И это абсурд. И это ненормально. И это сотворение Всевышнего. Почитаем. Хотя бы чуть-чуть почитать. Мы начнем сначала. Почитаем, сколько успеем. Попытаемся понять, сколько успеем. 129 страница по русскоязычной переводе. Парк ховбейз. Действительно так Дерех Йередес Вамшохас Хаю сатахталим Бацемцумим рабим Вацумим миними миними шоиним Либорис мэм Бруйм рабим миними Миними шоиним Как реч Он много словный Много буквы Так же сатварение Анеразный каждая сотворение она другая и они множество много миллиардных разных или биллиарды разные и это потому что есть разные речи и насколько говору и цимцум это столько сжатые такие сильные и есть терапонимы а че юхлу и борис и дворим тмей насколько что могут сотворенные грязные сотворения веклепот в ситрах и клепот и других сотворения но они дальше получают своих обеспечения и существования из уст в севишнему из его речь в руах по висборах как он знает это когда он скрывает от себя во иридаса мадрегас почему это называется другим богам есть прямое проявление в севишнему а есть обратно обратно это когда он показывает себе обратно в отрицание он показывает себе как будто бы он ест вот это другим богам они могут сказать он ест но он ест тоже ами хрихатим другом вот это на зевоится другим богам ами ами и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok